День народного единства С юбилеем одно из старейших учебных заведений округа отметило 80-летие. Уникальная школа расположена в Усть-Каре. За все время она пережила самые различные моменты и, несмотря на трудности, выполняла свой долг, снабжала необходимыми знаниями жителей Карского побережья. На телеканале «Север» программа «Итоги недели» о самых значимых событиях минувших 7 дней вам расскажут наши корреспонденты. Я Олег Катанзийский. Здравствуйте! Итак, финишная прямая одной из самых коротких недель этого года. Впрочем, нам, как обычно, есть что рассказать и показать. Начнем по порядку. Товарищи милиционеры, теперь господа полицейские и стражи порядка отметили большой праздник – День сотрудника органов внутренних дел. И хотя официально, согласно календарю, он выпадает на 10 ноября, то есть на понедельник, но все торжества решили провести еще в пятницу. Большинство полицейских праздник встретили на работе, зато в парадной форме. А вообще, в этом году правоохранители к профессиональной дате подошли по-особому. Они вспомнили героев, которые не слежут службу еще в милиции, при этом порой отдавая свою жизнь, чтобы сохранить ее другому. И наградили тех, кто защищает граждан сегодня. Все подробности в следующем репортаже. Он должен быть честным, храбрым и тот, который уважает и ценит свою малую и большую родину. О том, что их служба и опасна, и трудна, Саша Кузьменко, конечно, знает, но менять свой выбор уж точно не собирается. Ученик кадетского класса в будущем, говорит, уверенно станет полицейским. Ловить преступников и защищать людей – мечта, которая живет с ним каждый день. И хотя Саша еще юн, но стрелять, пусть пока не из настоящего оружия, научился не хуже бойцов спецподразделения. Он не побоится вступить в схватку с противником, уверен в том, что после учебы на его плечах обязательно засверкают погоны. А еще? Есть ли вот какая-то мечта такая, может глубоко, когда-нибудь, через много-много лет, стать таким же почетным полицейским? Я хочу стать первым генералом в НАУ. То есть такие планы у тебя, да? Да. После того, как понятие милиции ушло в прошлое, управление внутренней службы потерпело серьезную реформу. Помимо названия, обновился личный состав. Те, кто переподготовку не прошли, сняли с себя погоны. Вместо них на службу заступили более грамотные и молодые правоохранители, что для современной полиции очень важно, уверяют ветераны. Полковник в отставке Виталий Кожевин службе отдал почти три десятка лет. Начал обычным постовым, закончил с заместителем начальника тогда еще УВД. Он уверен, полицейскими не рождаются, их воспитывают. Работа милицейская, она не связана, вот эта кабинетная работа. Практически это, как в той песне поется, оно так и есть. Ни днем, ни ночью покоя. Тебя могут поднять любое время, днем, заполночь. И куда ты поехал сегодня, куда тебя направила судьба. Это, так сказать, ситуация. Это ситуация, которая на сегодня, она непредсказуема. Самых лучших за честь и доблесть в профессиональный праздник наградили грамотами, благодарственными письмами и медалями. Впрочем, некоторых даже повысили в звании. А это, пожалуй, цель каждого стража порядка. Я полагаю, что в любой работе нужно человека пощать. И ты его все равно подбадриваешь, стимулируешь. Когда немножко больше начинаешь служить после десяти лет, то уже как-то вот медаль, ну как бы, вот первая медаль, она все равно после десяти лет. Ты до десяти лет вроде бы об этом не думаешь. После церемонии награждения большой концерт. Но перед этим уникальная выставка редких образцов оружия, которая есть в арсенале полицейских. Пули, непробиваемые бронежилеты, костюм сапера, автомат калашников и даже гранатомет. И это еще не все. Посмотрите, главное, потрогать можно все, что пожелаешь. От простейшего пистолета Макарова до снайперской винтовки Драгунова. Она весит почти пять килограммов и использует при спецоперациях. Благо, уверяют полицейские, на деле пока применять не приходилось. Ну, действительно тяжелое. Имеется на вооружении органов внутренних дел пистолет-пулемет ПП-90. Значит, в собранном состоянии он имеет у нас вот такой вид. Разбирается очень просто, буквально одним движением. И сразу же, практически в таком состоянии, он готов к боевым действиям. Уже после все действия переносятся в концертный зал. Хотя он не заполнился, впрочем, это неудивительно. Многие полицейские праздник встречают на службе. Покинуть ее они просто не имеют права. Смирно! Как и другие правоохранительные органы страны, мы стоим на защите кондиционного порядка и национальной безопасности. На страже ценностей и фундаментальных основ нашего общества. Вот почему так высокая мера нашей личной ответственности. С профессиональным праздником полицейских со сцены поздравил губернатора региона Игорь Кошин. Он сказал, что ведомство в целом справляется с поставленными перед ним задачами. Глава региона отметил, что для общества важны все направления работы ведомства. Борьба с криминалом, экстремизмом, защита экономических прав. И добавил, жители НАУ сегодня доверяют полицейским. Я хочу сказать, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит перед нами вместе с вами одни и те же задачи. Это служение закону, это порядок, это улучшение качественного уровня жизни нашего населения. И абсолютно правильно было замечено Олегу Владимировичу о том, что в последнее время растет положительные отклики, растет положительное мнение, количество положительных оценок в деятельности органов внутренних дел. Они еще раз поблагодарили лучших и вспомнили героев. Героев, которых сейчас на этом свете нет. Это те, кто, защищая жизни других, расплатился своей. Пример героизма и отваги. Их будут помнить всегда. Так куда ж вы уходите? Может прямо на небо? И откуда-то сверху прощаете нас. И еще об одном празднике, и тоже масштабном, на этой неделе Россия отметила День народного единства. Праздник, который медленно, но верно набирает популярность. В стране он один из самых молодых. Его отмечают с 2005 года в честь годовщины изгнания из Москвы польских интервентов. Этот период в России еще называют смутным временем. Впрочем, откровенно говоря, многие горожане даже не знают историю происхождения праздника. Хотя вот он масштаб. Например, патриарх Кирилл сказал, что по значимости 4 ноября не уступает даже победе в Великой Отечественной. Молодой праздник напоминает о важной веке в истории страны. Его посвятили подвигу народных ополченцев, которые без малого 400 лет назад освободили Москву от польских захватчиков. Эта победа положила конец тяжелейшему периоду, смутному времени и послужила началом восстановления российского государства. Этот праздник отмечают во всей стране, в каждом регионе и в каждом населенном пункте. К слову, там, где считают, что сила в единстве. 4 ноября – День народного единства. А площадь Мараций пуста. Ни лозунгов, ни флагов, ни, собственно, людей. Впервые в истории организаторы все торжества решили перенести в зал КДЦ. И, кстати, правильно сделали. На улице сегодня не самая благоприятная погода. За пасмурно, дождливо, да еще и скользко. Не митингами и шествиями, а большим концертом. Впервые за 9 лет, 4 ноября, Наринмар решил отметить не на улице, а в теплом и уютном зале делового центра «Артика». Организаторы праздника посчитали, что так будет лучше. Как для горожан, так и для артистов. Ведь заболеть перед Новым годом явно никто не хочет. Ну, это для создания лучших условий зрителям, конечно же, в связи с погодными условиями. И также для артистов. Наринмар как на ладони. Пустых мест в зрительном зале нет. Посмотреть на поступления артистов пришли целыми семьями. Ажиотаж огромный. Концерт, пообещая организаторы, будет незабываемым. Его посвятили непосредственно празднику, Дню народного единства. В каждом номере можно распознать многонациональную культуру одной огромной страны. Праздник, который медленно, но верно набирает популярность. Его отмечают почти каждый третий. Кто-то сегодня пошел на митинг, тот остался дома, но кто-то сегодня здесь, в зале, как и мы. При этом большинство людей даже не понимают, чему радуются. Да и вообще, День народного единства, в честь кого и чего он существует в календаре. Что за праздник сегодня, знаете? Да. А ты? Сегодня концерт. А, в честь чего концерт? Народное единство. Народное единство. У взрослых с историей, конечно же, лучше. Впрочем, многие молодой праздник до сих пор путают с 7 ноября. Когда-то в этот день с таким же почетом отмечали Октябрьскую революцию. Это как бы своего рода вместо 7 ноября праздник рядышком даты. Люди старого поколения привыкли к тому празднику. Ну, сейчас постепенно приедут к этому празднику. Смутное время кончилось. Наступила стабильность в государстве. И, может быть, в те времена и людям стало жить легче. Придеть, увидеть знакомых, посмотреть концерт, порадоваться за наше государство, которое поднимается, становится могущественнее, сильнее. Побольше бы таких праздников, побольше бы таких мероприятий для нас, пенсионеров. А вот Людмилу Батову праздник объединил с культурно-деловым центром Арктика. Сложно поверить, но жительница Наринмара впервые находится в этом уникальном и красивом сооружении. Ведь, казалось бы, за 4 года существование Дворца культуры, не побывать внутри – это что-то невероятное. Вытащила знакомого. Вообще, первый раз в этом Доме культуры, если честно. Первый раз. Очень хорошо, красиво все. Пошла на концерт отдохнуть. Концерт, как и обещали организаторы, действительно стал незабываемым. За почти 2 часа артисты показали единство, только по-своему. Русские песни и танцы снялись с творчеством других национальностей. 4 ноября. Для кого-то этот день в очередной раз прослушать праздничный концерт. Для кого-то просто еще один выходной. Но всех нас эта дата в календаре заставляет объединиться, чтобы доказать самим же нам. Мы можем жить едино, ведь от этого зависит будущее огромной страны – России. И правильно говорят, когда мы едины, то непобедимы. Взаимовыгодное сотрудничество на ближайшие 5 лет администрация округа в прошедший четверг подписала соглашение с нефтяным гигантом «Лукойл». В его основе дальнейшая деятельность недропользователя на территории региона и партнерство в социально-экономической сфере. Это касается строительства современной инфраструктуры, создания новых рабочих мест и реализации новых благотворительных проектов. Моя коллега Ирина Цепетова присутствовала на подписании важного документа. Сотрудничество Нинецкого округа с компанией «Лукойл» длится уже более 15 лет. За это время с нефтяниками был подписан не один договор о партнерстве. Компания-недропользователь ежегодно участвует в социально-экономическом развитии региона. При поддержке недропользователей было построено несколько социально значимых объектов. В сентябре этого года компания стала спонсором первого арктического фестиваля «Дни высокой музыки». Новое соглашение, подписанное с одной стороны губернатором Игорем Кошиным и президентом «Лукойла» Вагитом Олег Первым, с другой – новый шаг продуктивных взаимоотношений. Нефтяная компания намерена ежегодно инвестировать в разработку месторождений порядка 35-40 миллиардов рублей. А это существенное вливание в окружную казну. Те основные фонды, которые создаются здесь, на территории округа, и вводятся в эксплуатацию, как я сказал, 35-40 миллиардов, это, конечно, увеличение налогооблагаемой базы. Значительное увеличение ежегодно идет в бюджет округа, средства, которые платит компания «Лукойла», являющаяся сегодня крупнейшим налогоплательщиком на территории округа. Поэтому все взаимно связаны, взаимные интересы. Игорь Кошин отметил, что для округа важны не только инвестиционные планы компании. Многолетний опыт в создании эффективной инфраструктуры, которой накопили нефтяники за долгие годы работы в разных уголках Крайнего Севера, бесценен и незаменим для нашего региона. Для нас очень важно, что мы получаем возможность не только дополнительную какую-то социальную помощь на развитии нашей территории, мы имеем возможность получать еще технологии, потому что мы прекрасно понимаем, что многие вещи у нефтяников, у крупных компаний получаются гораздо лучше, гораздо эффективнее, гораздо качественнее. Поэтому наша задача еще взять тот опыт в строительстве объектов, в строительстве инфраструктуры, в строительстве транспортной инфраструктуры. Соглашение о сотрудничестве подписано на пять лет. Это дает возможность региону прогнозировать налоговое поступление, вместе с тем и расходы на социально-экономическое развитие региона. Менее одного месяца остается у одиннадцатиклассников российских школ на подготовку к сочинению. Оно теперь обязательно и является допуском к единому госэкзамену. Россоборнадзор сообщил, что за сочинение можно получить только две оценки – зачет или незачет. Проверить себя будущие выпускники и выпускники прошлых лет смогут уже 3 декабря. На что нужно сделать упор об этом нашему телеканалу, в интервью рассказала исполняющая обязанности начальника окружного управления образования и молодежной политики Леана Храпова. При написании сочинения необходимо заметить, что есть основные принципы, которые не должны настораживать и беспокоить родителей. Это касается того, что выпускники, ребята, будут писать непосредственно у себя в школах, что оценка – это зачет, незачет. Они могут пользоваться орфографическим словарем. Будут оцениваться критерием вообще оценивания. Будет не грамотность при написании сочинения, а уровень зрелости выпускника. И, безусловно, будет возможность у выпускника пересдать сочинение – это 4 февраля и 6 мая. Писать, ребята, будут 235 минут. В дальнейшем написание сочинения позволит, при поступлении в профильный ВУЗ, позволит им получить дополнительные баллы от 0 до 10. И поэтому вот это новшество, которое появилось в виде сочинения, хотелось бы еще раз акцентировать внимание родителей на то, чтобы они не переживали. Это абсолютно новые мероприятия, и мы думаем, что все достойно справимся. Но перед тем, как написать сочинение, выпускникам предстоит возможность опробовать свои силы на практике. 20 ноября пройдет репетиция сочинения. Написать его предстоит всем, за исключением выпускников прошлых лет, которым при поступлении в ВУЗы не потребуется русский язык или литература. Подать заявку на написание сочинения можно уже сейчас. Их принимают до 15 ноября по адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Итак, представить заявление необходимо в Ненецкий региональный центр развития образования. Он расположен на Выучейского, 14, цокольный этаж, вход со стороны бывшей 4-й школы. Если у вас возникли вопросы, ответить на них готовы специалисты окружного управления образования. Телефоны 432-74 или 430-39. Напомню, тот, кто получит незачет, сможет переписать работу. А если попытка снова окажется неудачной, писать сочинение решат только через год. Без итогового сочинения допуск к ЕГЭ невозможен. Итак, я напомню, заявление принимается до 15 ноября включительно. Репетиция пройдет 20 числа этого месяца. А само сочинение будущие выпускники и выпускники прошлых лет напишут 3 декабря. Другим темам. В Наринмаре на этой неделе исполнили добрые песни о главном. Благодарительный проект стал уже четвертым. Все средства, вырученные от концерта, направят на нужды тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Деньги распределяют через региональное отделение Красного Креста. И что удивительно, песни в этом году исполняли не чиновники, их не стали отвлекать от своей работы, а почетные жители Неницкого округа. Закервафен с места событий. Праздник добрые песни о главном родился вместе с КДЦ, то есть 4 года назад. Это представление уже настолько полюбилось жителям Наринмара, что билетов в продаже не оставалось далеко до начала концерта. Главные герои на этот раз не госслужащие, их не стали отвлекать от своей работы, а почетные граждане Неницкого округа. Каждый наш участник уникален. Конечно, это может быть незаметный, простой житель нашего округа, но тем не менее, трудно им выйти было на сцену, но они переселили себя и старались, очень много репетировали. Сегодня можно посмотреть, как они будут внести свое творчество, дарить свою любовь нашим зрителям. Не успел раздаться звонок, оповещающий о начале концерта, как в зале уже нет свободных мест. Среди зрителей, те, кто уже непосредственно выступал на этой сцене только в прошлом году, так и те, кто просто решил посмотреть на выступления непрофессиональных артистов. Гаснет свет, в зале тишина. Началось. Из огромных колонок раздается всем известная музыка из песни «Увезу тебя я в тундру». В этом году тематика концерта посвящена фильму «Девчата». Его сняли в далеком 1961-м. Впрочем, эта картина даже спустя полвека актуальна до сих пор. Со сцены звучат знакомые многим фразы из произведений еще Советского Союза. А подушку у нас уже налет? Нет. А то, тумбочек у нас хоть завалить. А вот насчет подушек я стою. Это мне что? На тумбочке, что ли, спать? Еще не я. Подача народных мотивов разнообразна. Каждая песня подводилась с действием. Сценки сменяют друг друга. Зрители не сдерживаются. Подпевают. А юные жители танцуют. Хоть и моложе самих песен. Сама счастлива просто за людей, которые сидят в зале. Потому что сегодня они услышали столько песен забытых. Они нигде их не услышат. Вот сегодняшний концерт, вот все эти песни, мне кажется, полностью упрадывают название. Добрые песни, а главное. На сцене выступают люди, которых запросто можно встретить на улице города. Свои способности вокали демонстрирует водитель Наринмарского АТП Николай Чикин. Кавалер Ордена Дружбы Народов Тамара Лудникова и даже юрисконсуль делового центра «Арктика». Каждый день и здесь в стенах культурно-делового центра под руководством наших, будем говорить так, тренеров по вокалу с нашим звукорежиссером Алексеем Ветровичем, Татьяна Николаевна Сидейская. Ну и, естественно, дома радовала свою жену. Полтора часа проходят незаметно. На одном дыхании со сцены вспомнили произведения «От зари до зари», «Ландыши», «Валенки», «Падает снег» и другие песни о главном. Завершают концерт известной песней «Человек из дома вышел». Вдали от центра, но рядом с людьми одной из старейших образовательных учреждений округа отпраздновала юбилей. В 80 лет исполнилась школе поселка Устькара. За все время школа пережила самые разные моменты и, несмотря на трудности, выполняла свой долг. Снабжала необходимыми знаниями жителей Карского побережья. На торжественный юбилей пригласили почетных гостей и нашу съемочную группу. Репортаж Валентина Чебельчик. Музыка и смысл знаменитой песни прекрасно подошли для гимна школы поселка Устькара. Текст гимна, как история образовательного учреждения. А ему есть, что рассказать о своем прошлом. Взять хотя бы тот факт, что первые ученики занимались в доме Севкрая Пушнины. Печка, буржуйка, свечи, деревянные лавки и столы. В таких неприхотливых условиях учились грамоте первые школьники. Ими были дети пастухов и оленеводов. В 2007 году мечта педагогов сбылась. Они переехали в новую школу. С появлением новой школы, конечно, все изменилось. Все изменилось. И появилась радость в глазах учителей и детей, потому что помещения светлые, теплые, большая школа. И появилось много возможностей для учителей и также для учеников. В смысле того, что у нас появились интерактивные доски, компьютерные классы, физкультурный зал. Марина Григорьевна одна из тех, кто связан с историей школы. После окончания педуниверситета Герцена по распределению попала в Усть-Кару. Учила детей русскому и родному языкам. Несколько раз приходилось уезжать. Но судьба как будто снова возвращала ее в поселок на побережье Карского моря. В итоге около трех десятков лет посвятила родной школе. Молодой учитель Сергей Кузнецов богатым стажем похвастать не может. Четыре года работы в Заполярье для него уже подвиг. В родной республике Марий-Эл такой экзотики не увидишь. Говорит, как будто попал в 90-е годы. Нет ни связи, ничего такого, ни интернета. Водопровода нет, отопления нет, печное. Наверное, там углем отопить. Это все дико поначалу. Я где-то за недели-две, наверное, привык уже. И потихоньку влился, наверное, как местным уже меня считают здесь. Не потерять себя, интерес к работе помогает творчество. Вместе с такими же энтузиастами Сергей снимает фильмы, делает фотоколлажи и с ними участвует в конкурсах. Старожилы говорят, учителя в этой школе всегда отличались неординарным подходом к обучению. Без него тут просто не выжить. Выпускница 61-го года Галина Анатольевна помнит, как они пионерами отмечали полет Гагарина в космос. Неудаленность поселка от столицы округа, необособленность от внешнего мира не помешали отметить события всесоюзного масштаба. Горн, барабан. И мы ходили по поселку, сугробы вдоль поселка вот так вот шли. И мы так поднимались, опускались. И кто нам встречался, всем кричали, Гагарин в космосе. Что такое космос, может, не совсем понимали, но погнали в мире, знали, что это, наверное, очень хорошее дело. Пожелания педагогам и детям были соответствующими. Получать необходимые знания и достойно представлять школу на территории округа и за его пределами. Мы с Улучши готовы всячески помогать. Мы обязаны просто реагировать на каждый ваш звонок. И не просто так, если у нас начальник управления познаваемого. Вот, тем, чтобы она смотрела, что это было за школу, что за такие замечательные люди, которые работают в непростых климатических условиях и дарят знания вот этих замечательных ребят. При первом же входе в вашу замечательную школу чувствуешь уют, чувствуешь доброжелательность, любовь и ответственность, которую только к мероприятию невозможно подготовить. Девятый десяток родной школы учителя и дети встретили с гордостью. Специально к юбилею подготовили выставку рисунков. На своих работах школьники показали, какое они видят школу еще через пару десятков лет. На этом все. Спасибо за внимание. О том, что произойдет на следующей неделе, узнаете ровно через 7 дней. До свидания.